Бисм Аллахи Рахмана Рахим, Алхамду Лиллахи Раббил Алямин, Хамдан Касиран Тайбан Мубаракам Фи Хи, Ва Нуссалли, Ва Нуссалли Му Аля Набиина Мухаммадин, Ва Аля Алихи Ва Сахбихи Аджма'ина Ва Ба'уд. Далее автор Рахмала после того, как он привел довод на то, что если человек посвящает что-то из поклонения Аллаха, что он становится мужиком неверным, об этом мы говорили сами на прошлом занятии. Далее автор переходит к упоминанию доказательств, доводов на вот эти вот виды поклонения, которых он сказал, которые упомянуты выше. Ва Нуссалли, Ва Нуссалли Мухаммад, ва Нуссалли Мухаммад, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Харис гласит Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 им деяния, те деяния, о которых мы вот говорили прежде, что упомянутые им деяния являются айбадатами, то есть являются видами поклонения Аллаху Субхану Та'аля, стало быть, посвящение их не Аллаху Субхану Та'аля, это ширк, делает человека муж ширком и делает его неверующим. Начинается упоминание довода на что? Довод, касающийся дуа, дуа, мольба. Говорит в хадисе сказано, дуа муху лейбада. Дуа это сердцевина поклонения. Привел такой хадис автор, рахмаллаху Та'аля. Этот хадис по своему иснаду является слабым. Даив. Об этом говорили многие ученые, в том числе шейхал Альбания, рахмаллаху Та'аля, сказал о том, что этот хадис является слабым. Но есть достоверный хадис, подобный этому. Проколей Сатусам говорит ад-дуа гуваль-ибада. Ад-дуа и есть ибада. Ад-дуа и есть ибада. То есть, хадис подобный тому, который привел автор. Так, версия муху лейбада, мозг поклонения, или сердцевина поклонения, это хадис какой? Слабый. Но есть подобный, который звучит как дуа, это и есть поклонение. Мы говорили с вами, дуа делится на два вида. Да, дуа лейбада и дуа аль-масаля. То есть, дуа поклонения, дуа просьба. Это означает, внимательно, что все, что совершают люди, рабы, Аллах, из деяний относятся к дуа. Либо дуа языком состояния, дуа лейбада, либо дуа языком слов, дуа просьба. Дуа поклонения, дуа лейбада, если направляется не к Аллаху, мы сказали, это является большим чирком. Намаз, хач, апост, и так далее. Дуа просьба, мы сказали, в том, что способен только Аллах направлять не к Аллаху, это будет чирк, в том, что способны люди в рамках их возможности можно направлять к людям, но при наличии четырех условий, о которых упоминалось выше. Потом автор приводит доказательство на дуа. Доказательство на дуа. Слова Аллах Субхану Ва Та'Аля в Коране. И сказал Господь ваш УДУНИ, взывайте ко мне, то есть обращайтесь ко мне с дуа, и я отвечу вам. Поистине те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными. Таким образом, дуа – это право Аллаха Субхану Ва Та'Аля. Чтобы к нему обращались с мольбой. Оно не может быть направлено никому, кроме Аллаха Субхану Ва Та'Аля. Посмотрите, сказано ИННАЛЛЯЗИНЕ СТАКБИРУНАН ИБАДАТИ Поистине те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными. Внимательно, как начинается аят? ОКАВИ РАБУКУ МУДРУНИ СТАЗИИ БЛАКУ. Сказал Господь ваш, взывайте ко мне с дуа, и я отвечу вам. А потом, что сказано, поистине те, которые превозносятся над, сказано, над дуа, над мольбой ко мне, над поклонением мне. Над поклонением мне. Во второй раз не говорит Аллах, который превозносится над мольбой ко мне, а говорит, превозносится над поклонением мне. Это означает, что мольба, дуа, это и есть поклонение Аллаху, как сказал пророк Алиса. Дуа – это и есть поклонение. Все деяния рабов являются дуа. Всякая ибада является дуа. Но это дуа либо, мольба, либо, как мы сказали, языком состояния его, он своим действием просит Аллах помиловать его, дать ему счастье, либо, что языком слов, да, просьба в виде слов. Вот это вот дуа уль-ибада, внимательно, дуа уль-ибада, слава пророка, дуа – это и есть поклонение, внимательно. Нужно понять двояко, и оба понимания являются правильными и противоречивыми друг другу. Во-первых, дуа уль-ибада – мольба есть поклонение. Или мольба и есть поклонение. То есть, если человек взывает, когда Аллах просит его о чем-то, дуа уль-масаля – просит Аллах о чем-то, это и есть поклонение, то есть просьба, дуа, взывание к Аллаху, и есть поклонение, то есть как бы самое главное в поклонении. Из видов поклонения – одно из самых главных. Хорошо? Второй смысл, что всякое поклонение, оно есть, что дуа. Всякое поклонение есть дуа. То, что человек просит Аллаху, Субхану Талай, либо своим состоянием, либо своими словами. Ясно или нет то, что я сказал? Поэтому в Куране, когда говорится дуа, взывали ко мне, поистине все мечети приезжают Аллаху, так не взывайте же никому на рюс, Аллах Субхану Талай. Подразумевается что? И дуа – просьба, когда просят о чем-то Аллах Субхану Талай. И дуа – айбада. Хорошо тоже? И дуа – айбада. То есть вообще поклонение Аллах Субхану Талай. Понятно или нет? Когда в Куране есть дуа, или они взывали ко мне, или взываете ко мне, то подразумевается и само взывание, то есть просьба к Аллаху Субхану Талай, и подразумевается, что дуа в более широком поклонении как что? Как айбада вообще. Ибо каждая айбада, по сути, это что? Это дуа, это обращение к Аллаху. Ясен этот вопрос или нет? Алхамду лилля. И в этом аяте тоже. Посмотрите. Аллах Субхану Талай вначале говорит, Взывайте ко мне, а потом говорит, который прорывается над поклонением мне. Что это означает? Означает, что взывание к Аллаху – это вид поклонения очень важный. И означает, что? Что вообще дуа – это более широкое понятие. Не только взывание с просьбами, а вообще всякое поклонение. Ясно? Алхамду лилля. Посвящение дуау айбада, или дуау айбада, в вопросах, на которые спасен только Аллах – это большой шерк. Далее автор говорит, приводит Далиль на такой вид поклонения, как страх. По-арабски мы говорили страх как? Аль-Хауф. Аль-Хауф – страх. Фалят ахафум, ахафум. Приводит автор довод и говорит, на поклонение в виде страха указывает высказание Всевышнего, так не бойтесь же их, а бойтесь меня, если вы верующие. Если вы верующие. Мы говорили, страх делится на сколько видов? На три вида. Какой вид? Страх, поклонение, возвеличивание, тайный страх. Страх перед скрытно посылаемым несчастьем, каким-то посвящением такого страха. Не Аллаху, Субхану Ва Тааля, это аш-ширку лакбар. Это большой шерк. Автор здесь подразумевает, какой вид страха. Именно этот вид страха. Когда он говорит из поклонений, которое посвящается только Аллаху. Страх, иметь в виду вот этот страх. Страх какой? Страх. Страх поклонения, возвеличивания, тайный страх. Его имеют в виду. Посвящение его не Аллаху, это щель. Например, человек боится какого-то праведника, который находится где-то далеко, который вообще не может на него как-то естественными путями никак повлиять. Человек опасается, что пошли там какие-то беды. Страх в отсутствии того, кто является предметом страха. Это шерк. Это шерк. Второй вид страха, мы сказали с вами, естественный страх. Когда человек боится диких зверей, боится разбойников или огня, или еще чего-то. За такой страх человек, что не порицается. Фасбаха фильмадинати ха и фанетараккаб. Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит про муссу. И он встретил утро в городе, боясь и осматриваясь. Это аят, подобный тому, который мы приводили. Но это другой аят. Тоже про муссу, алейсалам. Он встретил утро, боясь, а потом ушел из города, боясь. Про мусс, алейсалам, говорит Аллах, Субхану Ва Тааля. То есть это естественный страх. И за него не порицается человек. Но если этот страх становится причиной того, что человек оставляет ваджб или совершает харам, тогда этот страх становится запрещенным. Потому что Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит в этом аяте, который здесь приведен. И не бойтесь их, а бойтесь меня. Аллах, говорит, Сахаба. Поистине это лишь шейтан, который пугает вас своими приспешниками. То есть этими мучшниками, многобожниками, которые грозились прийти уничтожить из-подрежников. Поистине это лишь шейтан, который пугает вас своими приспешниками. Салята хафум ва хафуне. Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. Сахаба боялись этих многобожников вот этим страхом поклонения, страхом возвеличивания, тайным страхом? Нет. Это был какой страх? Естественный страх перед каким-то сильным, несправедливым противником, врагом. Аллах, Субхану Ва Тааля, запрещает им, говорит, запрещает им естественный страх или что запрещает им? Запрещает им переход этого естественного страха за рамки, какие, когда из-за него будет оставлен приказ Аллах Субхану Ва Тааля. Ясно? Не бойтесь их, а бойтесь меня. И третий вид страха, это вот этот самый запрещенный страх, когда человек, боясь творения, оставляет приказ Аллах Субхану Ва Тааля или совершает харам, нарушает запреты Аллах Субхану Ва Тааля. И сюда же входит что? Страх перед Аллахом, да, но который доходит до степени уже отчаяния в милости Аллах Субхану Ва Тааля. Внимательно. В доводе, который привел автор здесь из Сурали Мраан, сказано, не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. Это очень важно. На что указываете слова? На то, что условием имана, условием веры является наличие страха перед Аллах Субхану Ва Тааля. Посвящение Аллаху такого вида поклонения, как Аль-Хауф, страх перед Ним. Инна мазаликума шейтаню хаву хавля. Поистине, это лишь шейтан, который пугает вас своими приспешниками. Фалата хафума хафу никутуму. Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. Дальше автор, Рахмана Ва Тааля, приводит доказательство на другой вид поклонения. Какой? Надежда. Надежда. По-арабски, ар-раджа. И приводит слова Аллах Субхану Ва Тааля. Скажи, я всего лишь человек подобный вам. Мне передается в откровении, что Бог ваш есть Бог единственный. Посему тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и не поклоняется наряду со своим Господом никому. Это доказательство на какой вид поклонения? Раджа. Надежда. Внимательно. Раджа. Что такое надежда? Что такое раджа, как вид поклонения? Раджа вообще, надежда, это расчет человека получить что-то хорошее, что-то приятное, что-то благое. Что такое надежда? Что такое раджа? Расчет, когда он рассчитывает получить что-то приятное, что-то благое. Если надежда включает в себя смирение, раболепие, самоуничижение внутреннее, то такая надежда, это что уже? Это ибада, это поклонение. И такая надежда может быть посвящена только Аллаху Субхану Ва Тааля. И если человек вот такую надежду, какую надежду, да, он рассчитывает получить благое, да, получить приятное, с внутренним самоуничижением, с полным раболепием, с полным возвеличиванием, с полным смирением. Вот, если человек такую надежду посвящает не Аллаху Субхану Ва Тааля, связывает не с Аллахом Субхану Ва Тааля, то это будет шек. Причем какой его вид? Какой вид? Мы скажем просто шек, но может быть большой и малый. В зависимости от того, насколько у него эта надежда направилась не к Аллаху Субхану Ва Тааля. Поэтому он может быть малым, но перерастает во что? В большой щек. Дальше. Надежда на Аллах Субхану Ва Тааля и так это поклонение, оно посвящается только Аллаху, но надежда на Аллах Субхану Ва Тааля бывает похвальная, а бывает порицаемая. Когда человек рассчитывает получить от Аллаха Субхану Ва Тааля какое-то благо. Бывает похвальная надежда, а бывает надежда порицаемая. Похвальная надежда это такая, которую испытывает человек, который совершает угодное Аллах Субхану Ва Тааля деяние и при этом надеется на награду Аллах Субхану Ва Тааля. Или наоборот оставил грех, покаялся в грехе и надеется, что Аллах Субхану Ва Тааля примет его покаяние. Вот это надежда, надежда, что Аллах примет покаяние, что Аллах Субхану Ва Тааля наградит за благие деяния. Это надежда какая похвальная, потому что она стала результатом какого-то деяния, либо богоугодного деяния, либо оставления греха. А если человек надеется без действий, не делает богоугодных деяний, не оставляет харама, то эта надежда уже превращается во что? В порицаемую надежду, которая называется тэмэннин аля Аллах. Бесплотные мечтания относительно Аллаха. Самообольщение это называется. Это уже не называется похвальной надеждой, которая является поклонением Аллаху. Смотрите на аят. Скажи, я всего лишь человек, подобный вам. Всевышний Аллах приказывает, что в этом аяте своему посланнику? Объявить людям о чем? Что он, Мухаммад, саллаллаху алейкум, человек. Он человек. И потом подтверждает его человеческую природу, где? Она башарум мислюкум. Человек, подобный вам. То есть я такой же человек. Такую же человеческую природу имею. Но отличается от других людей чем? Юха и Лейя. Тем, что мне открывается откровение. Аль-Вахи от Аллаха, субханава та'аля. Передается откровение. Вот этим отличается. Откровение. И самое главное, о чем это откровение? Его стержень. Что Господь ваш, что Бог ваш, Бог единственный, кому можно поклоняться. Итак, Мухаммад, саллаллаху алейкум, саллаллаху алейкум, саллаллаху алейкум. Дальше. 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 Следующий вид поклонения. Упование. Дальше. 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 шариатом меры, совершая одобренные шариатом причинные действия. Вот это вот таваккуль, упование. Три вещи, то есть сыдку ли айтимат правдивая опора на Аллаха в сердце. Второе, то что доверять Аллаху, субхану таласи, хабиги. Третье, что делать то, что от тебя зависит. Совершать причинные действия. Если человек ничего не делает, не совершает причинных действий, возможных мер не предпринимает, это таваккуль, это уповающий на Аллаха человек. Человек, который я хочу детей и уповаю на Аллаха в этом и при этом не женится. Или который говорит, я уповаю на Аллаха в получении риска и при этом не работает. Это не упование. Это упование глупцов. Тот, кто так уповает, тот отрицает мудрость Аллаха, который установил причину следственной связи, который установил причину. Хочешь ребенка, женись. Хорошо. Я уповаю на Аллаха и не буду жениться, но я хочу ребенка, это не упованье, это глупость. Мы говорили с вами, тавакуль делится на три вида, если вы помните, мы сегодня говорили с вами. Первый вид тавакуль – это состояние внутреннее, когда человек припоручает Аллаху Субхануа Та'ала все свои дела, когда он полностью в сердце опирается на Аллах Субхануа Та'ала и убежден, что все в руках Аллах Субхануа Та'ала, польза вред только в руках Аллаху Субхануа Та'ала. Это поклонение, если оно направлено не Аллаху Субхануа Та'ала, то это будет что? Это будет шерк. Обязательное поклонение вот это. Второй вид упования, который является малым шерком, мы говорили с вами, что это значит, это когда человек на творение какое-то, на какого-то человека, опирается вот с некоторым ощущением своей зависимости от этого творения, привязывается к нему своим сердцем, осознает свою нужду, в нем свою низость перед ним, что тот выше, я ниже, вот, низость свою. То есть человек, посмотрите, воспринимает в данном случае это творение не просто как причину, воспринимает несколько больше, чем просто причину, чем просто причину. Это будет малый шерк. Наподобие того, мы говорили с вами, как люди опираются на правителей, или на министров, или на бизнесменов, или на каких-то богатых людей. Спросишь такого человека, ты откуда получаешь свою еду и питье? Откуда получаешь? Он говорит, ну, от такого-то, такой-то меня содержит, такой-то обеспечивает. Ну, говоришь, а если вот этот шерк возьмет и прервет снабжение, прервет содержание, откажет? Человек начинает восклицать, говорит, ну, тогда я умру, все. Ну, все, мне тогда смерть, конец. Или говорит, все, мои дети, тогда все в бомжей превратимся, погибнем, все. Это что? Это шерк. Это вид шерка. Мы не говорим большой шерк, но это вид уже шерка, это малый шерк, несмотря на то, что человек здесь полагается на живого. Да, на живого. Но это малый шерк. Сюда же относятся. Смотрите, случаются какие-то несчастья. Постигают мусульман какие-то несчастья, нападение врагов на них. Что кричат люди, многие? Где такой-то? Где правители арабских стран? Где такие? Яхи! Почему привязываешь свое сердце, почему ты привязываешь его к кому-то из творений? Почему не привязываешь к Аллаху Субхану Аталу? Третий вид. Уполномочивание. Уполномочивание Аль-Вакаля. Мы сказали с вами однокорневые слова. Но про творение нельзя говорить Тавакальту Али. Да, я уповаю на него. Потому что упование, мы сказали, это деяние, которое посвящается только Аллах Субхану Аталу. Это поклонение, которое посвящается только Аллах Субхану Аталу. И так же нельзя говорить, я уповаю на Аллах, а потом на тебя. Говорим как? То есть, уполномочил такого-то. Доверил ему, поручил ему и так далее, какое-то дело. Довод, который привел автор. В арабском языке, в арабской риторике, Аль-Баляга, есть такой прием. Когда то, что должно находиться в конце предложения, выносится вперед. То, что сзади должно быть предложение, оно выносится в переднюю часть этого предложения. Расположено, то, что в конце вдруг оказывается расположено в начале. Для чего? Чтобы сообщить этому предложению, дать ему значение ограничения. Хасар. Что только это и все. Хорошо? Ну вот по идее это предложение. Ва-ля-лайфа-таваккалю. Обычно как это звучит? Ва-таваккалю аля-ллах. Таваккалю аля-ллах. Что сначала? Таваккалю, уповайте, потом аля-ллах, на Аллах. Уповайте на Аллах. Но мы видим здесь не... Таваккалю аля-ллах. Сказано? Ва-ля-ллахи фатаваккалю. Сначала аля-ллахи, на Аллаха, а потом что? Таваккалю, уповайте. Вынесено вперед словосочетание на Аллаха. Уповайте, потом сказано. Почему? Когда мы говорим, вот так выносится то, что должно быть в конце предложения, в его начало, для чего это делается? Чтобы сообщить значение ограничения, исключительности. То есть Всевышний замыкает упование только на себе. Все. Никому больше. То есть это предложение приобретает какой смысл? Уповайте только на одного Аллаха. И на Аллаха уповайте. То есть только на одного Аллаха. Если вы верующие, то есть условие имана, человек может быть верующим в каком случае? Если он уповает на Аллаха, ему одному посвящает упование. Второй довод привел автор на упование. Какой? Ва мэйя таваккаль аля Аллахи фа ва хасбу. Сурат палат. Кто уповает на Аллаха, тому Аллаха достаточно. То есть если ты уповаешь на Аллах, вот этим истинным упованием, Аллах становится твоим хасбом. Хасб достаточным. То есть Аллах, субханава тааля, берет на себя решение всех твоих проблем. И у ляма говорили, посмотрите некоторые ляма, если бы не было никаких других аятов вообще, рассказывающих о достоинствах упования, кроме вот этого вот аята, то это было бы достаточным уже доказательством превосходства таваккуля. Субханаллах. Аллах будет для вас хасб. Все. Аллах берет на себя все ваши дела, решения их. Значит, тот, кто не уповает на Аллах, субханава тааля, или не на Аллаха уповает, тот терпит неудачу, тот терпит крах. Он лишается помощи и поддержки Аллаха, субханава тааля. Нур-Ки им говорит, если бы вы уповали на Аллах, субханава тааля, если человек уповал бы на Аллах, как положено, и было бы приказано ему сдвинуть гору, он бы сдвинул гору. Вот что такое упование истинное. Здесь включаются другие механизмы вообще. Далее поклонение следующее какое? Чаяние. Чаяние мы переводили в прошлый раз как устремление. Но это вопрос перевода. Можно и так встретить, и так. Чаяние по-арабски ар-рахба. Здесь же дальше опасение, ар-рахба. Здесь же что? Смирение по-арабски. Аль-Хушу. Потом автор приводит доказательства на вот эти вот три вида поклонения. Три вида поклонения. Какие? Ар-рахба, ар-рахба, аль-Хушу. Мы говорим чаяние, опасение, смирение. Что такое рахба? Что такое чаяние? Внимательно. Чаяние. Это желание, стремление, желание достичь чего-то любимого. Вот это вот что? Чаяние. Стремление. Желание достичь чего-то любимого. Рахба. Дальше. То рахба, а это рахба. Через а. Это что? Это страх. Смотрите, тоже страх. Тоже страх. Какой страх? Не просто страх, а страх, заставляющий человека бежать от того, чего он боится. Страх, который сочетается с каким-то действием. Человек может бояться, но ничего не делает. Правильно? А здесь не просто страх, страх, который заставляет действовать, который заставляет бежать, убегать от того, чего он боится. Это рахба. Имеет корень, похожий на слово гараба. Гараба по-аракски убежать. Это рахба. И третий вид поклонения. Хушор. Хушор. Смирение. Это когда человек склоняется перед величием Аллаха Субхану Ва Тааля. И это выражается в принятии им покорно решений Аллаха Субхану Ва Тааля, как религиозных постановлений, так и бытийных постановлений, то есть того, что происходит с ним. Итак, что такое хушор? Склонение перед величием Аллаха Субхану Ва Тааля, выражающееся в принятии человеком покорно решения Аллаха Субхану Ва Тааля, его становления, как религиозных, так и бытийных. Это что? Это хушор. Автор приводит довод на эти три вида поклонений. Они все в одном аяте. Поистине они, поистине они, звали к нам, рагабан ва рагаба, с чаянием и опасением. С чаянием и опасением. И были перед нами смиренны. Вот как Аллах Субхану Ва Тааля описывает пророков, описывает своих праведных рабов. Человек, если он идет к Аллаху Субхану Ва Тааля, тот, кто движется по духовному пути, движется к Аллаху Субхану Ва Тааля, обязательно должен совмещать в себе две вещи. Посмотрите, в аяте сказано, рагабан ва рагаба, с чаянием и опасением. Должно быть чаяние, должно быть опасение. Должен быть страх и должна быть надежда. Обязательно. Если человек лишается того или другого, или человек позволяет одной стороне, то есть страху или надежде, перевесить полностью другой, то такой человек погибнет. То есть страх и надежда, они обязательно должны присутствовать у человека вместе, одновременно должны быть. Не может быть такое, что одно полностью исчезло, или второе полностью исчезло, или одно полностью погасило другое. Вместе обязательно должны быть, иначе человек погибнет, как два крыла у птицы. Птица без крыла или крыло у нее будет какое-то ущербное, эта птица не может летать. Вот так вот и страх и надежда должна быть у поклонения. Голова у поклонения – это любовь. Хорошо? А крылья – это страх и надежда. Так летает птица поклонения Аллаху, служение Ему. Должны быть одинаковые. Теперь вопрос. Должны быть всегда одинаковы они, или не всегда одинаковые. Здесь есть разные высказания ученых. Все они прекрасны, все они по-своему правильные, эти высказания и объяснения. Некоторые ученые говорят, если человек совершает что-то хорошее, благое, богоугодное, вот здесь немножечко он должен усилить крыло какое? Крыло надежды. Усилить немножечко. Для чего? Чтобы быть активным, он надеется на награду Аллаху, Субхану Аталье. Активным быть в поклонении, надеется на то, что Аллах, Субхану Аталье, примет это его поклонение. Если, например, человек чувствует, что зовет его душа к какому-то греху, шейта зовет к греху, и вот-вот он может совершить какой-то грех. Здесь усилить какое крыло надо? Надежды? А, ничего, все нормально. А вось, ничего не будет? Нет. Здесь надо усилить крыло, наоборот, страха. То есть человек, он как бы что, как лекарь своей души. Он смотрит, какой из этих крыльев надо усилить. Некоторые ученые говорят, когда человек находится на смертном адрее, когда он болеет, в этот момент лучше усилить какое крыло больше? Крыло надежды. Когда человек здоров, силен, богат, когда все зовет его к греху, здесь что лучше усилить, какое крыло? Крыло страха лучше усилить. А некоторые уляма, как мы говорили, сами говорили, что должны быть они одинаковые, как птица, которая парит в воздухе. Аят сказано, Поистине, они спешили к благим делам. Они спешили к благим делам. Таков был пророк, алейх салатур салам. Снизошел аят. И увещевай своих ближайших родственников. Все, пророк салатур салам поднимается, выходит, обращается к своим ближайшим родственникам и говорит, «Я ма'шир о курайш. О курайшит». Вот это должно быть непременным качеством всех последователей Мухаммада саламу алейх саламу. Не откладывай. «Спеши с благими делами». «Опережайте друг друга». «Спешите к благому». Или как в этом аяте. «Поистине, они спешили к благим делам». Благие поступки откладывать нельзя. Не следует их откладывать. Потому что откладывание, оно заключает в себе очень много опасностей. Но это откладывание, оно несет в себе очень-очень много бед. Хотя бы, можно упомянуть, накопление у человека долгов. Накопление у человека вот этих обязанностей перед Аллах Субханава Тааля. Чебный усамин указывает на это. Вот это накопление, то, что висит на тебе, это уже бедствие. Уже не говоря о многих других бедствиях. Ибн-Аль-Кейм, рахмаллах Тааля, по этому поводу, по поводу этого откладывания, говорит, посмотрите, очень хорошее слово. Он говорит, если Аллах Субханава Тааля облегчает для своего раба причины, возможности для каких-то богоугодных поступков, то нужно обязательно быстро воспользоваться этими возможностями. А если человек отложит это деяние, то Всевышний может поставить потом препятствие между человеком и возможностью совершить это деяние. И уже человек не сможет потом приобрести вот эту вот выгоду, эту прибыль. Не воспользовался ты этим шансом, упустил и все. Потом Аллах ставит преграду и уже потом не получается. Как часто так бывает? Вот есть возможность. Все условия Аллахом Субханава Тааля созданы, возможность дана, воспользуйся. Человек, ну ничего, ничего. И что-то откладывает по каким-то совершенно невразумительным поводам, а потом уже лишается этой возможности, нет этой возможности. Поэтому Аллах Субханава Тааля говорит, «Я ва лязин аману стадибу лилляхи валиррасули задаакум лима юхийикум». О, вы, которые веровали, ответьте Аллаху и Его посланнику. Аллаху и посланнику. Если Он, Аллах, зовет вас к тому, что вас оживляет, к тому, что есть ваша жизнь, ответьте Ему. Отвечать надо сразу. «Ва аламу анна Аллах яхулю бейналь мар и ва калбихи, и знайте, что Аллах ставит преграду между человеком и его сердцем». То есть Аллах ставит преграду, и человек уже потом не может добиться того, в чем для него польза, того, чего он хотел. И знайте, что вы к Аллаху будете собраны. Вот этот вот аят. «Не отвечаешь сразу на возможность, на призыв Аллаху, а потом Аллах Субханава Тааля ставит преграду, то опасет Аллах Субханава Тааля между тобой и возможностью совершить вот это вот прекрасное действие». Это у нас было доказательство на какие виды поклонения? Тчаяние опасения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok